Рома, покидая сегодня Вашингтон перед поездкой в Ют, у Дональд Трамп впервые прокомментировал на камеру предъявление обвинения экс-советнику президента по национальной безопасности Майклу Флину, который признал себя виновным в даче ложных показаний ФБР. Глава Белого Дума вновь вспомнила о своей сопернице на прошлогодних выборах Хиллари Клинтон и закрытом против нее деле об использовании частных почтовых серверов в статусе госсекретаря США. Что ж, мне очень жаль генерала Флинна. Мне очень жаль. Он вел очень строгий образ жизни. Скажу вот что. Хиллари Клинтон неоднократно лгала ФБР. И никаких последствий для нее. Флинн солгал, и они уничтожили его. Какой позор. На выходных Трамп отметился несколько противоречивым твитом, вокруг которого мгновенно разгорелась активная дискуссия. Трамп написал, что ему пришлось уволить Флинна, потому что он солгал вице-президенту Майку Пенсу и ФБР, хотя его действия во время переходного периода были законными. И поплатился за это. Многие решили, что Трамп, увольняя Флинна 13 февраля, уже был в курсе того, что его советник солгал агентам ФБР, которые беседовали с ним до этого. На выручку пришел один из личных адвокатов президента Джон Даут. Признал, что авторство твита об увольнении Флинна принадлежит ему. И что он допустил ошибку, передав его в подобной трактовке директору Белого дома по работе в соцсетях Дэну Скавина. Интересно, что Скавина обычно публикует твиты в официальном аккаунте президента, в то время как особо популярную личную страницу, как известно, ведет сам Трамп. Среди тех, кто не верит подобным объяснениям, экс-аналитик ЦРУ Нед Прайс, который занимал должность спецпомощника президента Обамы в Совете по национальной безопасности. Он заявил корреспонденту «Голоса Америки» в Белом доме Стиву Херману, что версия о том, что адвокат мог составить текст без согласования или проверки со стороны Трампа, не внушает доверия и похоже на попытку замести следы. Один из самых обсуждаемых вопросов минувшего уикенда, что еще может рассказать следствию Майкл Флинн в свете дела о российском вмешательстве, которое ведет Роберт Мюллер. Я полагаю, что Флинн будет изобличать других сотрудников администрации. Приведет ли это в конце концов к президенту, я просто не знаю. Сразу после того, как президент Обама ввел санкции против России в связи с ее вмешательством в наши выборы, Флинн, один из главных людей президента, фактически сказал русским, «Не реагируйте на санкции, введенные в связи с вашей помощью нашей компании. Мы с этим разберемся. А потом лжет об этом». Возникшие возбуждения и многочисленные спекуляции совершенно необоснованы. Мне представляется, что соглашение о признании вины не означает, что там есть что-то еще. В своих твитах президент Трамп отрицает также, что просил главу ФБР Джеймса Коми прекратить расследование по делу Флинна и приветствует сообщение о том, что спецпрокурор Мюллер еще летом отстранил от работы спецагента ФБР Питера Стерзока, писавшего СМС-сообщение с нелицеприятными оценками президента. «Теперь все начинает проясняться», — написал Трамп. Стерзок, как сообщается, был одним из ключевых сотрудников следственной группы и курировал расследование об имейлах Хилари Клинтон. Проверку действий спецагента проводит генеральный инспектор Минюста Майкл Хоровиц в рамках другого расследования о том, как ФБР вело проверку по делу Клинтон.